здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий спасибо что смотрите спасибо что подписываетесь пожалуйста делитесь и этим видео комментируйте лайкать для меня это важно как для автора сегодня мой и ваш гость политик павел севастинович здравствуй павел приветствую дали спасибо что нашел время начнем с основных событий в конце концов закон о мобилизации дорабатывается я думаю что через какой-то промежуток времени он будет проголосован у меня удивила вот какая информация есть такой журналист юрий бутусов и он вбросил в рационное пространство определенные инсайты вот некоторые из них значит это речь идет отдельных предложений новой концепции закон о мобилизации за неявку ТЦК штраф планируется от 100 до 200 тысяч гривен это где-то 5-7 тысяч долларов в случае игнорирования предупреждения относительно явки в течение двух недель суд может блокировать выезд за границу человечка лишать водительских прав права вести деятельность отменить возможность получения всех государственных пособий субсидий и более того запретить брать кредиты такому человеку в течение ближайших десяти лет еще раз говорю об этом говорит юрий бутусов но дыма без огня не бывает может быть это отчасти и вранью но в общем то он никогда на вранье не специализировался поэтому есть возможность это рассмотреть что ты по этому поводу думаешь что слышал и как ты к этому относишься ну я конечно тоже читал эти новости не знаю будет будет ли это проголосовано хотя на после таких новаций например данила гетманцева когда там за неподачу отчетности 340 тысяч за неподачу отчетности по иностранной компании 800 тысяч все-таки какие-то штрафы которые совершенно несторазмерные уровню жизни и самому нарушению и меня вот это все время удивляет какая-то там явки не явки какие-то там тцк ведь мы живем в такой постсоветской системе где в военкомате зарегистрирован каждый кто где-то прописан то есть вот мы где мы прописаны естественно мы тут же зарегистрированы в военкомате зачем нам постоянно пытаются какую-то внушить мысль что мы должны куда-то идти то есть вот мы должны куда-то идти нам должны вручать какие-то повестки у государства есть абсолютно все реестры реестры избирателей реестры зарегистрированных военкомате всему этому есть доступ вот этот вот постоянно информационный прессинг в адрес народа что народ такой у нас поганенький не хочет воевать что его надо обязательно куда-то тащить хотя нету простой системы чтобы люди понимали а что такое воинская служба а где это воевать а где подготовиться абсолютно такой человеческой службы мобилизации нету по идее должно было бы быть развитие темы территориальной обороны где люди людям предоставляется возможность в тирах на полигонах приходить и постоянно учиться стрелять учиться стрелять учиться пользоваться военной техникой по собственному желанию без всякого принуждения просто дать возможность людям освоить эту военную технику освоит дроны научиться управлять этим всем то есть это должна быть осознанная такая целенаправленная работа государства по милитаризации общества то есть если мы собираемся воевать еще там 10 лет 15 лет а война я но я не вижу чтобы она закончила она будет долго поэтому это вот добровольная милитаризация общества она должна проходить и ну и у нас же будет каждый год добавляться совершеннолетних людей то есть вот проходит год у нас там еще 100 тысяч появилось людей которые уже стали там старше 25 или 27 лет которых можно которые могут быть подвержены мобилизации до экзекуции но с другой стороны вот самый главный вопрос который не задается при всех вот этих страшных угрозах какие будут санкции не задается самый главный вопрос о чем воевать у нас все люди которые вот сейчас возвращаются с фронта мобилизация по ранению все говорят о том что страшнейший дефицит вооружений приказ при колоссальных затратах на всевозможную тут брусчатку стадионы строительство развязок почему-то оружие не покупается и вот зачем-то собираются под страхом таким мобилизовать какое-то количество людей и эти люди из-за этих санкций куда-то будут отправлены туда где нет вооружений то есть триматы позицию без без оружия как сказал кулеба с лопатой так вот первая задача которая должна быть выполнена руководство нашей страны массовая закупка вооружений денег полным полно почему-то не покупается вооружение какой смысл ну воевать без вооружений то есть нету понимаешь виталий понимаешь нету задачи у зсу уничтожать врага вот никто не ставит армии задачу уничтожить всех кто зашел на оккупированную территорию то есть все координаты известность космоса все видно с беспилотников все видно это все должно быть уничтожено все что к нам заехала сюда почему-то не уничтожается а набираются люди с лопатой но я немножечко другом то что ты говоришь это системные вещи которые должны были бы быть реализованы но я все-таки о драконовских подходах вот эти неимоверные штрафы в то время когда люди или концы с концами сводят я понимаю не там при хороших зарплатах у них же все как бы в шоколаде я говорю о депутатах и чиновник им покер абсолютно соответственно они почему-то думают что на таком же уровне живет обычный украинец но для него это огромные деньги я не понимаю мы что в разных мирах прибываем или еще происходит ну совершенно в разных мирах я об этом неоднократно вот уже писал пишу и буду писать что тот уровень доходов которые есть государственном аппарате он абсолютно оторван от уровня жизни людей потому что у нас такая средняя зарплата в частном секторе в частном секторе 9000 гривен то вот медианная зарплата то есть самые большие откидывают самые маленькие откидывают а среди заработка чиновника сто тридцать сто пятьдесят тысяч да да чиновники начиная от ста работники на закатом на бой это 200 плюс верховный суд это 300 тысяч плюс а работники госпредприятий на обсоветов и державных банков где-нибудь там в нб у там от миллиона гривен и когда читают среднюю по стране вот берут как коболева до который там год где-то до 100 200 миллионов зарабатывает и это самое и берется какой-то там рабочий средний даже который 9000 и у них средняя получается отличная давних по стране среди этом 17 тысяч 19 тысяч хотя понятно что основная масса людей живет там почти на границе с бедностью а чиновничество просто жирует так вы они мало того что они получают огромные такие зарплаты по 100 по 200 по 300 тысяч они же какой образ жизни ведут они еще имеют доступ к грантам то есть каждое министерство государственная организация имеет доступ к грантам на эти гранты они создают свои youtube каналы проводят стратегические сессии в каком-нибудь там интерконтинентале заказывают видами медведей цыган то есть ну кстати павел россии уточню заместитель министра экономики не будут называть его фамилию она объявила о том что параллельно ее прямой деятельности она оказывается проводит какие-то тренинги по как получить грантовые деньги на какую-то свою ну понимаешь вот такая вот так вот самое главное что они же заказывают там философов допустим приглашают философа там филоненко или там балместера хороших людей там вот это мариновича там ярослава грецака и те приходят развлекать их они читают лекции они такие стратегические сессии визе и майбутнях вот это вот вместо того чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью у нас чиновник превратился в такого существо которому нужно три вещи первое это высокая зарплата который несравнимо с частным сектором оторвано второе доступ грантам и третье реализация собственных проектов своих собственных что тебе нравится такая самореализация у нас вот эти сотни тысяч сотни тысяч чиновников которые вот именно этим занимается высоченно еще ну и плюс схематоз еще им-то там же нам-то не доступен схематоз на закупивлях а им доступен и они всем этим занимаются ну конечно даже основная цель так поэтому и штрафы да да вот штрафы которые они выдумывают для них это копейки то есть они внутри себя помню речь идет например сразу не в куфта цк от 100 до 200 тысяч гривен напомню павел только что говорил что средняя зарплата 9000 да если не ошибаюсь это обычно украинцев да то есть поэтому но ким мы были недавно в трусковце там 7000 средняя зарплата которые вот мы предлагают сразу там допустим продавец в магазине 7000 гривен вот я просто говорю как украинники зарплата ну по госстату насколько я понимаю там около 15 тысяч гривен они декларируют но я может быть ошибаюсь это якобы по украине но методология подсчета она всегда очень сомнительная но то что действительно класс отдельных управленцев стране живет шикарно и жарует даже время войны это правда а что касается обычных украинцев то это их проблемы как там шерифа не волнует проблемы индейцев да но я хотел бы все-таки уточнить я спрашивал том числе о том относительно странных инициатив но если как-то понять еще можно хотя тоже странно да там блокировать если человек они там проблемы с тцика то выезд за границу но это как бы сейчас происходит лишать водительских прав затем право вести деятельность физическое лицо предприниматель отменить возможность получения всех государственных пособий и субсидий самое интересное это же нужно взять кредит тебе это не сможешь потому что у тебя есть такой хвост и это ограничение будет работать 10 лет ближайших нихрена себе но так в этом же и проблема что они сами оторвались от этой от реальности и навязывают нам свои условия ну это демонстрировал все время экономический блок когда вот преследование предпринимателей последнее время и маски шоу то есть у нас считается такая уже автократия появилась что вот все люди для них это как какой-то ресурс который надо куда-то загонять как-то использовать что-то выжимать никто даже не думает вот эти законы даже в том числе закон про мобилизацию обсуждать сообщество законы уже перестали обсуждать сообщество только зеленский пришел к власти павел но извини ты же помнишь был первый вариант там эта вся хрень уже существовал но правда в других пропорциях но это вызвало массовый шквал недовольства возмущение общества и потом как бы эту фигню все спрятали теперь переигрывают говорят что якобы то что проголосовали в первом чтении тоже изменят сделать более как бы закон человеческим лицом но по инсайдам который распространил бутусов все совсем иначе это как понять то не мытьем так сожалению из говорю это парламент не является уже нашими представителями все он во первых уже и просроченный ну и во вторых вот сама сама их деятельность она показывает что им ну глубоко плевать на мнение людей на мнение избирателей они занимаются чем-то своим чем-то своим оторванным от жизни ну виталий мы ничего не можем с этим сделать ну что мы можем в их руках все суды силовая система аппарат принуждения и законотворчество все инструменты у них в руках да согласен кстати это тоже как бы тема для разговора но я вот а на что обратил внимание я слежу за творчеством фейсбуке и интересная мысль у тебя проскочила ну как для меня кажется очень интересная плане для обсуждения достаточно много интересных месседжей продвигаешь но там ты задал вопрос а в чем смысл существования государства правильно так понимаю если старт своего аппарата да значит я хотел бы ознакомить с этим тезисом если позволишь наших слушателей я передам русский язык потому что регионально украинском а цитирую у меня есть один вопрос какая цель существования украинского государства интересно услышать ответ госслужащих оружие за бюджетные за бюджетные деньги они не покупают значит предприятия и предпринимателей уничтожают пенсионеров держат в злыднях бедности какая цель и знак вопроса почему тебя это так активно зацепило и почему ты об этом пишешь потому что конституционно ну и вообще на основании здравого смысла цель существования государства и государственной машины это защита прав людей другой цели нет со времен великого княжества литовского когда лесопега написал эту замечательную фразу что государство существа существует для защиты прав людей и вот так существует либеральная демократия то есть каждый чиновник когда он приходит на госслужбу или депутат его цель защищать права людей то есть вот защищать права людей значит максимально вооружить армию максимальную дать экономическую свободу предпринимателям дать пенсионерам такой уровень жизни чтобы люди могли выживать оплачиваете кому счета за коммуналку и на что-то еще кушать и одеваться то есть это вот задача вообще нормального государства аппарата наш государственный аппарат ничего из этого не выполняет то есть и когда в обществе обсуждаются какие-то там реформы или отсутствие реформ то как бы предполагается что да действительно там первые лица хотят провести реформы но у них не получается потому что вот эта ошибка вот эта ошибка это у нас не приживается менталитет не тот но ошибка комментаторов которые рассуждают реформах в том что они все предполагают что у первых лиц страны есть цель реформировать эту страну сделать ее либеральной демократией но я хочу разочаровать людей такой цели у них нет просто там есть другая не публичная цель вот не публичная и они никогда их спросишь если какая у вас цель они же не могут ее сказать никто не скажет я пришел чтобы стать миллиардером не скажет такое не президент и офис президента не исполнительная власть не шмыгали не депутаты никто не скажет что он пришел обогащаться но другой цели там других целей нету судя по действию потому что стиль мне кажется что тут есть некоторые несостыковки я не в том как ты думаешь о том как существует вот эта модель система координат потом я тоже задумывался над тем почему люди которые говорят одно я же помню зеленский говорил кому значит нравится когда ищет лучшие жизни за границей когда бабушка тратит всю пенсию на оплату жкх и так далее услуг ну и там рассказывал песни что как бы пытается это все изменить ничего правда не произошло активно но я помню риторику до избрания но оставим в покое я по поводу политиков ты же знаешь что коррупция в украине как бы это ужасно не выглядело является системой или стержнем государственного управления в этой стране это не мои слова это говорят экономисты это говорят эксперты очень уважаемые люди система когда человек туда приходит она сама меняет людей и ставит их перед фактом либо они вот живут таким образом как мы с тобой описали то есть обогащаются за счет коррупционных схем там этих схематозов и так далее либо они белые вороны белые вороны заканчивают очень быстро в плане политическом их забвение ожидает ну потому что они не командные игроки так может быть что-то изменить в этой системе или она живет своей отдельной жизнью только планица размножается без проблем так дело в том что изменить систему может только сама система то есть только первые лица страны которые победили на выборах и получили мандат доверия у них появляются все полномочия я так называю это три магических инструмента законотворчество суд и исполнительная власть аппарат принуждения то есть политическая воля конечно то есть если политическая воля прости пожалуйста вот смотри был такой пассажир которого уволили да там в обвинениях и подозрениях коррупционных схемах кирилл тимошенко это связано с тем что он курировал там по моему большое строительство или что-то такое потом там были проблемы с телеканалом рады кинохитом которые якобы имеют к нему отношения это все журналистские расследования его поперли спрятали он отсиделся сейчас он советник министра обороны украины ведомства где недавно под началом резникова творились чудеса возможно сейчас творятся на таких масштабах но как тебе такое как тебе политическая воля первого человека я тоже говорю что те действия по которым мы можем оценивать первых лиц нашей страны показывают что у них нету цели строить здесь какую-то демократию либеральную демократию у них какие-то совершенно другие цели не публичные ну я подозреваю что это личное обогащение любой человек который попадает туда его главная цель стать миллиардером вот это минимум надо стать миллиардером а там посмотрим что будет да но мы-то ожидаем от них каких-то общественных трансформаций мы мы ожидаем что вот была у нас он не очень демократия при порошенко а при зеленском станет лучше демократия но они наоборот идут все время в другую сторону поэтому тем людям которые задумываются реформированием страны или хотят прийти к власти надо понимать что сейчас у государственного аппарата и у первых лиц совершенно нету цели построить тут какую-то демократию либеральную демократию мы уже давно там с 90-х годов идем по совершенно другую сторону то есть не у ющенко не у янукович не у порошенко не было никакой цели демократии то что но это очевидно очевидно то есть у них были совершенно другие цели поэтому вот эти все назначения которые осуществляются они соответствуют тем целям которые у них правду на самом деле то есть их настоящим не публичным целям и они живут достигая свои непубличные цели мы со своей стороны пытаемся все это там разоблачить там обществу показать но и у нас другого у нас других инструментов больше нет никаких потому что правоохранительная система антикоррупционные органы тоже принадлежат все этой же самой вертикали власти то есть на нашей стороне на стороне украинского народа никого нет только мы украинский народ поэтому единственно что мы сейчас можем сделать это громко кричать о том что же надо делать власти очевидные вещи там фортификационные сооружения покупка антидроновых средств более умеров съездил уже в турцию где это свободно все продается и турки нам предлагают найти покупайте но даром мы давать не будем поэтому те деньги которые вы кидываете на стадионы на брусчатку на асфальт а это приблизительно 25 миллиардов долларов в год 25 миллиардов долларов в год в двадцать третьем году мы выкинули на мирное строительство так турки говорят так дайте нам эти 25 миллиардов мы вам мы вас так вооружим что вы выкинете россиян со своей территории сразу однозначно за несколько месяцев но наши почему-то не хотят этого делать вот прошло три месяца уже двадцать четвертого года квартал и четверть вот этих вот триллиона гривен или 25 миллиардов уже выкинута на те же самые мирные цели то есть ничего не меняется вот единственное что мы можем делать это эти факты выставлять и надеяться на то что здравый смысл чувство самосохранения у первых лиц как бы победит и они начнут что-то делать ну вот по фортификационным сооружением начали копать когда мы об этом начали писать больше года назад вот начали копать это заметно кстати что ситуация изменилась поздно но все-таки изменилась но я хотел бы тебя спросить вот о чем есть мнение может быть его не разделяешь но я тоже интересовался как так местная власть в общем-то находит бабки на все свои желания на все свои хотелки более того это становится причиной нормалистских расследований в том числе и криминальных дел позже постфактум которые правоохранители развивают а даже есть судебные какие-то вердикты немало но есть но я другом то есть мне объяснили умные люди которые как бы этой темы интересуются что есть серьезный напряг между центральной властью региональными местные если им пережать горло да там как бы то начнутся волнения которые будут не особо хорошо и успешно восприниматься властью по причине того что не стоит отвлекаться от основного еще решать проблемы с ними или это все фейки и барахло в плане восприятия я думаю что во время войны центральная власть то что она забирает огромные ресурсы на войну и на вооружение и на содержание армии это вполне нормально никто я думаю никто не будет на местах возражать против того если считаю что эта инициатива на местах тайника специально войну отхапать себе кусочек карманы как бы просто на местах продолжают жить как в мирное время у нас же прошла реформа децентрализации и огромная часть там налогов по дфо запустилась не только военная вообще по дфо всех граждан запустилась в местные бюджеты и они просто залиты деньгами и у них только фантазии не хватает на что бы нам еще потратить мы просто у нас или юля глушко из аудиторный народный аудит мы ведем такую общественную деятельность шерстим от прозора и она каждый день выставляет просто безумные закупки безумные которые во время войны просто не нужны плюс есть конкретно слив денег то есть на какие-то фопы сливаются деньги есть фопы которые участвуют во всех областях в тендерах ну как бы гениальные просто схемы которые никто почему-то не ищет ни налоговые не аудиторы не аудиторская государственная служба за ними не гоняется да у них какие-то другие тоже свои интересы и вот получается что все что нужно сделать центральной власти это действовать по закону вот допустим шмыгаль обязан по закону про военный стан разработать план ди и перенаправить деньги которые идут на закупки то есть явно мирные затраты которые были до войны должны быть четко сокращены радикально сокращены и деньги направлены на войну на вооружение но вместо этого наоборот все мирные затраты растут на национальную полицию растут на генеральную прокуратуру растут на суды растут даже на налоговую милицию сейчас двадцать четвертом году на три миллиарда увеличили финансирование то есть у нас на все увеличивается финансирование даже на образование увеличили финансирование у нас детей уже половина не осталось все уехали там не знаю сколько студентов осталось куда мы 300 миллиардов гривен кидаем в эту топку по старым этим самым бюджетным программам, разным нормативам. Это же сумасшествие. Мы в мирное время выкидываем полтора триллиона гривен. В прошлом году бюджет 4,5 4,44. Триллиона гривен. Это 116 миллиардов долларов. И мы половину из этих денег, ну не мы, а первые лица страны, выкинули на мирные цели. Вот просто как будто у нас нет войны. Мы 2 триллиона отправили на мирные цели. На строительство, на содержание всего этого мирного благополучия наших чиновников. Но это сумасшествие же. Абсолютно с тобой согласен. Кроме того, есть интересная такая тема. У нас и так огромное количество антикоррупционных ведомств, всяких там правоохранительных структур, которые после 2014 года начали появляться в украинских реалиях. Что там говорить? НАБУ, САП, ВАКС, ГБР, БЭП, НАЗК, ну на ПК, на русском языке. Значит, и тут такой есть железняк, народный депутат, интересный человек, который, кстати, по-моему, работает в финансовом каком-то комитете Верховного Совета. Налоговым, да, если не что? Он заместитель Гетманцева. Ну это же налоговый комитет, это финансовый, да? Налоговый комитет. Да, да, да. Так вот он сказал о том, что очень важно сейчас создать специальную экономическую прокуратуру. А это бабло, штат, ну и, понятное дело ожидания какого-то результата. Но экономическую прокуратуру сейчас это означает, что, я так предполагаю, взять за ФБРЖ практически всех, кто пока дышит в Украине в экономическом плане. Правильно я понимаю? У нас вот это какая-то фикс-идея, что вот как бы как создавалась судебная реформа шла, то есть создали там ВККС, Вы еще рады правосудия, там с помощью иностранцев кого-то отбирали. И почему-то в общество транслируется мнение, что эта реформа сработала. Вот что она сработала. И давайте вот точно так же сделаем везде, да, там антикоррупционные структуры. Давайте вот сделаем там ВАКС, САП, специальные антикоррупционные вот все эти структуры. Оно ничего не работает, но все делают вид, что оно же, вот оно же есть, ну да, есть. И сейчас Железняк предлагает вот вместо БЭБа, где бюро экономики, нашей налоговой милиции известной, сделать вот такую же структуру. Тоже создать там свою экономическую прокуратуру, своих там поставить представителей, и будут наглядовые рады, всяких там Мустафов-Наемов и Гончаруков. То есть это просто трудоустройство своих. Причем это новые силовые структуры, которые будут заниматься только одним, прессовать бизнес. Ну, больше там никаких интересов нет у силовых наших структур. И Гярослав Железняк, я не знаю, понимает он сам или не понимает. Вот на его глазах он сам соавтор закона про бюро экономической безопасности. То есть они с Гетманцевым написали закон, ну Гетманцев, конечно, первая скрипка для структуры, и он не сработал. Он не сработал. И вот четыре года прошло, к аденции Железняка, и он, но, говорит, у меня еще столько идей гениальных, да, то есть уже все сдохло, а у него еще куча идей. Понятно, что таких людей во власти быть не должно. Нам просто надо в память себе вот прошивку вставить. Вот мы этих людей всех видим последние там пять лет, десять лет. И надо понять, что этих людей во власти быть никогда больше не должно. То есть, когда... То есть, ничего хуже, чем люди с инициативой. Притом, я так понимаю... Да, вот таких инициативных счетов. Да, и вот когда они пойдут в следующий раз на следующие выборы, вот, ну, эти вот там партия Голос там от этих, от финансовых наших паразитов, и когда от силовиков кто-то пойдет, мы должны помнить обязательно эти все лица. То есть, точно знать и обществу сообщать о том, что эти люди ничего не сделали хорошего и ничего не смогут сделать. То они единственная цель таких людей — сохранить все, как есть. Вот сейчас очень классно. Вот как сейчас им очень классно. Им главное, чтобы ничего не менялось. Кстати, Павел, вот интересная же тоже тема. Ты же видишь, какие странные инициативы. Я про Юрчишина, так называемого главу комитета по свободе слова. Человек, который никогда не имел отношения к медиа, но все же попал на это кресло. Я напомню, он выбирался от партии Голос, но сейчас поет одну песню с партии Власть и Слога Народа. То есть, по крайней мере, он там собрал свою шоблу на комитете и принял решение, что нужно запретить Телеграм. Перед этим сказал секретарь НБО Данилов. Ну, я, честно, делю на два, когда Данилов говорит. Но в любом случае комитет, оказывается, поддержал, наработал такой вердит. Тут его, значит, с инициативами отправили в понятную сторону, руководство Телеграма отказалось вообще контактировать с украинской властью, не знаю, правда, на каком уровне. И сразу же появилась другая отписочка от него, мол, да, мы готовы такие радикальные меры употребить, но только в экстремальных случаях. А сейчас, мол, типа, мы пока не дошли до этого варианта. Это я о том, что концепция изменилась. Но самое прикольное, написал об этом пост, мне отписался депутат от «Слуги народа», не буду называть его фамилию, и сказал, давайте так, не будем привязывать этого черта к партии власти, потому что это представитель голоса. И дал мне понять, что даже в партии власти «Слуга народа» на это все посмотрели как на сумасшествие. Я имею в виду инициативу Юрчишина относительно закрытия Телеграма. То есть там в системе власти нет, как бы будем говорить, единого стержня. Это, наверное, сказывается на работе парламента, когда там люди очень сейчас меняют свои мысли в подходах. Если ты помнишь, это все началось с закона мобилизации. Сейчас говорят, нет голосов, чтобы проголосовать во втором чтении, затяжка по времени. Кроме того, есть еще один закон о запрете Украинской православной церкви. И многие депутаты нынешние, понимая, что это будет иметь репутационные риски, ну, как бы не идут на контакт с теми, кто давит. Я не знаю, кто там давит, с офиса президента или кто-то там другой. Ну, то есть они начали умнеть. И у них, как бы, сейчас начинается раздрай, как там шатание и разброд. Вот в чем смысл. То есть, может быть, по крайней мере, время как-то их выкристаллизует. Как ты думаешь? Ну, возможно, и надо. Стоит надеяться на то, что время их как-то лечит. Я думаю, что их все-таки лечит больше страх. Потому что я вот сегодня, допустим, смотрел ролик, записанный военнослужащим, который сейчас на нуле, там, ну, все кругом грохочет, грязь. И он прямо угрожает депутатам. Прямо. Что если они со своими инициативами, там, не прекратят вот это вот фонтанировать, то их ждет там расправа. Поэтому я думаю, что они уже задумались, что, наверное, придется когда-то отвечать за свои поступки. Что касается Юрчишина, просто хочу, раз уже мы вспомнили этого знаменитого депутата, доброго человека, от голоса. У него была еще одна инициатива. Он сказал, что он принимает решение отказаться от кофе. И деньги за кофе эти он теперь будет отправляться. Да, на ССУ, я помню. Это ниже Плинтуса, прикинь. Смотри, Виталий, то есть люди, которые распределили в 23-м году 4,5 триллиона гривен и могли бы одеть всю армию, вооружить всю армию, они собирают донаты, отправляют вместо кофе по 20 гривен на ССУ. То есть вместо того, чтобы системно решить проблемы системные, финансирование армии, мобилизации финансирования, провести аудит в самой армии, куда там уходят деньги, потому что там же миллион 300 людей, но на войне участвуют 300 тысяч. А что делает миллион? Вот мне интересно просто. И вот поэтому этот Юрчишин, после того, как я ему написал, говорю, ну пан Юрчишин, ну вы же распоряжаетесь триллионами, зачем вы про это кофе пишете? Соберите лучше экономистов, какую-то группу, вам подскажут, как бюджет распределить, чтобы всем хватило и вооружение было. Он меня просто забанил, потому что считает, что они очень умные такие. А что касается Телеграма, ну я не думаю, что Телеграм серьезно кто-то закроет, потому что действующая власть, они же сами очень активно Телеграм используют. Я знаю, что свои каналы, свои страницы имеют. Да, у каждого есть свои каналы, и тем более там есть какие-то, ну такие Телеграм-каналы, которые созданы специально для слива информации друг на друга, да, там кого-то там из налоговой уволили, он там открывает свой канал, где начинает сливать там номера накладных, компаний, на которых фиктивный НДС списывается там, выкладывают данные про контрабандистов, то есть у них такое, у нас сейчас Телеграм это такое, как вот Залужный очень любил общаться через The Economist, писать эссе куда-то там на Запад для общения, не знаю с кем, с нами, с народом что ли. Также у нас провластные лица, каждый имеет Телеграм-канал, и они друг на друга сливают компромат через Телеграм-канал, поэтому этот инструмент, я думаю, очень полезный для власти, навряд ли они смогут от него отказаться. Да, ну если закончить тему относительно вот этого человека по фамилии Юрчишин, который случайно попал на такую должность, вообще не имея вообще никакого отношения к медиа, меня это потрясает, как могут, сука, дантисты быть пилотами в самолетах, я, честно говоря, не понимаю. Но я о другом, то есть я помню, когда он попал на эту должность, я так понимаю, по партийной квоте, он первое заявление, которое сделал, он посетил Суспильный, это 2 миллиарда мы выкидаем военное время на, ну ты понимаешь, да, какое-то там якобы независимое телевидение, которое в Украине есть, общественный вещатель он называется. И фраза у него была потрясающая, он сказал о том, что уровень свободы слова значительно выше, чем в 2022 году и в 2023 в Украине стал вот сейчас. Я сплю и думаю, что происходит? Я понимаю, что можно быть настолько ограниченным, но это интересная тема. Позакрывать кучу каналов, кучу блогеров и сказать, что у нас сейчас свобода слова. Но вот это, конечно, мало того, что у них нету просто желания построить в Украине либеральную демократию, нормальное западное, по западному образцу. И вот на эти посты всех ставят вот таких смешных людей. Казалось бы, комитет по свободе слова. У нас огромное количество профессиональных журналистов. Да, можно сказать, что у нас есть там кто за деньги, кто еще как-то там, кто к какой-то партии прилип. Но я думаю, сама журналистская среда знает об этом всем. Ну, как что работает. Поэтому, ну, неужели сложно собрать объективно нормальных журналистов и чтобы они про свободу слова разработали какой-то законопроект. Ну, что-то, ну, спецы. То же самое, как в экономике. Мы все знаем вот экономистов, которые выступают активно. Что сложного их собрать и спросить, ну, а какая должна быть налоговая система? Ну, это просто... А зачем? При такой ситуации, при такой открытой работе есть серьезные риски потерять то, что можно заработать. Понимаешь? Так я же говорю, не будет... Вот и все. А что мотивирует человека? Да, как ты начал с этого, я тебя поддерживаю. Это просто быстро обогатиться. Я знаю многих ребят, которые там ходили с дыркой в Москве, а теперь стали народными депутатами, не имея представления вообще, как это работает и вообще никогда не занимались политической жизнью, да. Тоже были какими-то там грантаедами, как этот Юрчичник, которые там занимались отписками тем, кто давал бабки относительно ситуации коррупционной в стране и, соответственно, таким образом возвысились на Олимпе. А потом еще попали в Верховный Совет на волне, где... Ну, я не хочу эту тему развивать, это отдельная тема, но я к тому, что человек должен иметь опыт, понятие, то, чем он занимается. По крайней мере, должен был хотя бы как бы окунуться в эту атмосферу, понять, что и где, и как работает. Вот смотри, вот, например, в Национальной Раде по вопросам теления радиовещания, ну, было время, когда я был медиа-менеджером, сейчас те люди все и поставались в Национальной Раде, мы с ними контактировали. Да, у нас были споры, они там мне рассказывали про то, как, значит, нужно доить корову, я им иначе рассказывал. Ну, такое, да, там мы профессионально спорили. Ну, так взгляды, политические разнообразные личины, которые они прятали, но все же понятно было, что они под кем-то работают. Но тут был какой-то более-менее профессиональный подход к решению многих задач. А сейчас люди, которые в этом вообще ни хрена не понимают, являются инициаторами законопроектов, вот, являются там фундаментальными двигателями определенных идей и инициатив. Но это поражает, вот это и напрягает. Я считаю, что все-таки каждый должен заниматься своим делом. Виталий, если Нацбанк возглавляет юрист, если глава налогового комитета юрист, то есть юристы пришли управлять нашей страной, что мы с этим можем сделать? Я просто поражаюсь, я, конечно, вот эти научные звания, которые вот у меня есть знакомая Светлана Вов, которая этих плагиатчиков скрывает, и что она просто сумасшедшие данные по плагиатам. Все ректора, министры, каждый купил себе то кандидат, то доктор, профессора, академики. У нас Стефанчуки, браты, академики. То есть люди, которые, по идее, придя к власти, должны были посмотреть на наше законодательное поле и сказать, ребята, давайте все кодифицируем, давайте приведем все в соответствии с Конституцией, давайте приведем все в соответствии с теми конвенциями, которые мы ратифицировали. То есть сделать из нашей страны хоть слабое подобие либеральной демократии и западного образца демократии. Нет. Зачем? Ну так удобно, когда законодательство вот так вот тут переверчено, перепутано. Гетманцев пришел, налоговый кодекс был 700 страниц. Сейчас 2000. То есть он только за время войны более 49 изменений в налоговый кодекс внес. Это же сумасшествие, понимаешь, такой налоговый спам. Даже трудно представить, какой вред нанес этот человек, ну и его там группа этого налогового комитета, министр финансов тоже. Какой вред они нанесли нашей стране. Ну если когда-то власть изменится, я просто не знаю. Тут какое-то отдельное надо следствие делать по тому, какой вред нанесли вот чиновники, которые сидят на ответственной должности. Павел, скажи, пожалуйста, вот я помню обсуждалась тема о том, что сейчас такая тенденция женщины, у которых там мальчики там 15-16 лет, они пытаются вывезти их с Украины. Я знаю, даже об этом очень активно говорили, обсуждали в медиа. Потом тема и волна вторая. Это ситуация с теми, кто принимает правила игры в Украине, мол, у них много имущества за границей. В том числе была история с Гитманцевым, у которого якобы там что-то есть во Франции. Я не знаю, это ложь или это правда, но я о том, что у многих из этих вот инициаторов разнообразных прессинговых законов и идей, и все схвачено на Западе, они могут спокойно уехать в любой критический момент. Как это вообще в твоих глазах выглядит? Вот скажи мне, как к этому относиться обычному украинцу? Ну, это неприятно за этим наблюдать, но, я же говорю, произошла уже такая узурпация власти, и нам просто плюют открыто, глаза плюют на наше мнение на все, да, что, ну, у них, в принципе, у нас же огромное количество чиновников, у которых за границей живут семьи. У Гитманцева уж не только недвижимость, его семья, дети живут во Франции. То есть, никто этого не скрывает. У многих министров именно там сосредоточен весь свой жизненный интерес. И как только сменится власть, если они не останутся во власти, они просто уедут и будут где-то жить там за границей. Я не знаю, хватит ли у украинского народа силы все-таки привести к власти людей, которые начнут здесь строить именно либеральную демократию, демократическую страну и догонять вот всех этих людей, которые сегодня находятся во власти. Ну, это какая-то кошмарная ситуация. Возвращаясь вот тем, что к женщинам, которые своих детей вывозят, но это просто говорит о том, что как бы власть нам не пыталась навязать мысль, что вот-вот переговоры, вот-вот закончится война. Ну, вот, допустим, Мустафа Наем пишет у себя. Наиблышь Чирокы нас чекает, там, шалена инвестиций, там, в Будемниц. То есть, просто сюда в строительство зайдет сейчас столько денег. Но у меня такой вот вопрос, знаешь, вот, Виталий, мы с тобой любим много писать. Вот когда мы пишем, там, ближайшие годы, да, то есть, это начиная от какого дня? Ну, я так понимаю, от сегодняшнего. То есть, я говорю, что вот в ближайшие годы будет такой тренд, но он начинается сегодня. Вот от сегодня, в ближайшие годы. То есть, у Мустафы Наема война уже закончилась. Он сейчас распоряжается деньгами, на видновлення, там, чего-то там. Еще война не закончилась, они уже, там, пилят эти деньги, что-то там, видбудовывают. Ну, так, они уже живут в этой парадигме, что войны как будто бы нет. А люди, ну, у них же родня, воюют на фронте. Все мы знаем, какая тяжелая обстановка на фронте. Как можно всем, обществу, сейчас в уши впаривать, что еще там две-три недели, и все нормально. То есть, сейчас, когда уже всем стало понятно, что это надолго. Или там министр образования лесовой. Он разработал реформу Освиты до 27-го урока. Все, он уже знает, он ведет реформу, бурную деятельность. Вот эти 300 миллиардов, про которые говорил, бурно осваивается система образования. Какое образование? О чем вы говорите? Тут, блин, крыша горит, а они там ребенка ставят на табуретку и говорят, расскажи стишок. Ну, это сумасшествие. Эти люди живут в какой-то там оторванной альтернативной реальности. У меня вот сейчас друг мой, Юра Волков, он в Одессе. Он вернулся, у него хотя четверо детей, мог бы оставаться за границей, но он не может, хочет жить в Украине. Вернулся. Так вот, он сейчас из Одессы будет опять уезжать. Потому что шахеды, каждая ночь атака. Каждая ночь атака. Почему не куплены противодроновые средств? Я же говорю, они свободно на рынке продаются. Ты имеешь в виду РЭБы, да? Не, не РЭБы, а радиолокационные станции. Радиолокационные, которые будут обнаруживать и уничтожать там с пушкой. То есть, вот давай на простом бытовом уровне. Куда-то не зануриваясь в какие-то там технические детали. Вот каждая яхта, каждый самолетик частный, у него есть радиолокационная станция. Вот летит частный простой маленький самолетик, у него есть прибор, который видит на 10 километров или на десятки все, что летает вокруг. Или в море, у яхты, все, что плавает вокруг. Эти приборы продаются свободно. На Алиэкспресс, там, где угодно. То есть, вот тебе радиолокационная станция, которую может поставить каждый мэр города, каждая там военная администрация. Дальше. Есть система наведения. Это тоже платка электронная, которая в зависимости от координат, которые обнаружил РЛС, система наведения командует вот этой пушкой. Пушка обыкновенная зенитка. Не какая-то там ракеты, патриоты, там, джавелин. Нет. Это простая крупнокалиберный пулемет или там пушка 20-30 миллиметровая, которая эта система наведения привинчивается. Это все в сумме стоит там, ну, 20 тысяч долларов. И какой-то пикап передвижной. Или стационарно просто, он где-то на крыше стоит. Если мы таких штук поставим по всей территории Украины, мы будем видеть все небо. Мы закроем. Да, Паша, я знаю, ты рассказывал об этом. Ну да, то есть, да, Виталий, но это же сумасшествие, когда люди этого не делают. Согласен, согласен, абсолютно. Ты об этом, кстати, рассказывал. Это, кстати, было причиной возбуждения моих комментаторов, моих зрителей. Они там по-своему это все видят. Ну, оставим это в покое. Но, конечно же, рационально использовать деньги. Тем более военное время, понимая, что если сегодня не защититься, то завтра просто может не быть. Это понятное дело. Ну, вот относительно образования. Я тоже хотел тебя спросить. Вот ты говоришь, не стоит. Я думаю, что не стоит расширяться, да, и проводить те реформы, которые там Лесовой как бы сформулировал, только ему понятные. А что касается поддержки того, что существует, ну, оно уже должно быть, потому что дети учатся, дети получают образование. Ну, дети, подростки, да, там. И люди, которые перешли уже там выше 18-20 лет. То есть, в любом случае, они должны заканчивать свое образование. Что ты имел в виду, когда говорил минимизировать финансирование системы образования? Первое. У нас до войны соотношение учащихся к работникам сферы образования, включая учителей, администраторов, министерских работников, было один к четырех. То есть, на четверо, на четырех детей был один чиновник. Чиновник, учитель, директор школы, неважно. То есть, четыре к одному. Организация объединенных наций, рекомендации их, один к шестнадцать. То есть, на шестнадцать детей один чиновник, один, так, один работник сферы освиты. То есть, у нас уже до войны учителей и чиновников сферы освиты было в четыре раза больше, чем рекомендует организация объединенных чем в среднем по Европе. То есть уже сокращение чиновничного аппарата должно было быть в 4 раза. Сейчас у нас уехало 2,5 миллиона детей из 5. То есть половина детей уехала. Количество студентов, я не буду говорить, я не знаю этой цифры. Но школьников стало в 2 раза меньше. Это соответственно должно стать и учителей в 2 раза меньше. И работников в министерстве станет меньше. И еще, если мы ликвидируем министерство образования, это не значит, что исчезает образование. В школах все останется то же самое. Останутся учителя, дети, школьная администрация, местная власть. Я думаю, местная власть с поддержанием уровня образования, который был до войны, прекрасно справится. Вот все, прекрасно. Вот остави отдать школы местным властям. Все, не трогать. Министерство ликвидировать нафиг. Вообще ликвидировать. То есть не нужно оно сегодня во время войны. Эти тысячи работников. Что делать с высшей образованием? Вот мы записывали недавно с Миколой Томенко. Он голова Наглядовой Рады Лубипа. Ну, давайте так. Я напомню нашим зрителям. Вообще это политик, человек, который был вице-премьером по гуманитарным вопросам и курировал вот эти направления. Чтобы понимали, что Коля как раз очень компетентный. Профессионал, да. Так он говорит. Сейчас у ректоров по 9 заместителей. Заместителей. Про ректоров. По разным направлениям. Зачем? Это сумасшествие. По 9 замов. Даже если взять простые администрации. У Кличка 13 замов. У мэра Кличка 13 замов. Ну, он говорит. Да вообще нужны. Ну, один у тебя заступник. А ты знаешь, Паша, извини. А ты знаешь, я тебе говорил. Вот у мэра Кличка. Он там сказал, что он будет сокращать аппарат. Потому что больше там 2,5 тысяч уже у него там сотрудников. 12 заместителей. Ну, короче, там херл. Ты представляешь. Так вот. А я помню Блумберг, когда был мэром Нью-Йорка. Так он. Это же, по-моему, после Джулиани он был. Ну, неважно. Не помню, короче. Но Блумберг это такой миллиардер. Он случайно или не случайно выиграл мэра Нью-Йорка. И он говорил о том, что у него работает 79 человек. Да. Я тоже читал об этом. Ну, то есть, это сумасшедшие затраты на содержание аппарата. И когда я говорю, что деньги на образование надо уменьшить, я не говорю о том, что надо уничтожить образование. Но бюрократический аппарат, всякие реформы там. Давайте все это отодвинем после войны. Давайте сейчас вот будем поддерживать то, что имеем. Но экономить надо 300 миллиардов. Ну, это сумасшествие. Ну, все затраты, которые у нас есть мирные, они должны быть уменьшены, сжаты. Чиновников надо сокращать. И на содержание надо... Ну, население стало меньше. Ну, зачем? Ну, например, вот та же самая национальная полиция. Вот я уже говорил. До войны было в 22-м году 36 миллиардов выделялось. Сейчас 89. Ну, на что? Ну, у нас сейчас армия такая огромная, территориальная оборона. Они же тоже выполняют какую-то правоохранительную функцию. Зачем столько полиции? У всех же машины, какие-то офисы. И они еще навязывают новые затраты. Типа там, а давайте мы будем охранять школы. А давайте мы будем охранять министерства. От кого? От кого вы охраняете? То есть вот, бездумные, абсолютно бездумные затраты на содержание госаппарата, которые абсолютно неоправданы. Да, я помню еще был такой вариант интервью Клименко, это министра МВД, который сказал, ну что вы, мобилизировать полицейских, это не комильфо. А вы тоже будут наводить порядок, кто же будет следить и выездить на вызовы. То есть как-то совсем. Мы думаем что-то про одно, они живут какой-то другой жизнью. Ну и, конечно же, и прокурорские, и судебная система. Ну, в общем, что там говорить. Но я хотел тебя спросить вот о чем. Вот мы вспомнили Кличка, и я обратил внимание у Виталия Кличка, мэра Киева, мы говорили об его проблемах, напомнили наших зрителей. Есть брат, тоже известный человек, это Владимир Кличко. Он дал интервью немецкому изданию «Фокус». И он сказал, не знаю, соответствует, я просто не нашел этой информации, я не владею немецким, но в любом случае, он якобы сказал, должна быть возможность сменить Зеленского на должности Верховного Главнокомандующего, если была такая возможность, когда сменили Залужного на должности командующего вооруженных Среда Украины. Ну, главкома за суд. Это что, большая политика? Ну, наверное, он на себя намекает. Вполне, да. Он еще там брал Киевом руководитель с президентскими амбициями, да. Что есть прекрасная кандидатура, которая готова взяться, двухметрового роста человек с мышцами, и готов возглавить государство и армию. Ну, на самом деле, шутки шутками, а время-то часики Зеленского тик-так-тик-так. Ему что-то надо решать. В мае кончается его полномочия, как он дальше будет называться и что делать, я не знаю. Но меня всегда в этой ситуации волнует отношение к нам Запада. То есть, я уверен, что вот то, что американцы сократили помощь нам, и что Европа не очень нам помогает, ну, помогает, но могла бы гораздо больше. Именно потому, что у нас нет демократии. Мы не похожи на них. Они смотрят на нас, на нашу страну, и понимают, это не демократическая страна. То есть, ну, и у них, конечно же, внутри, они публично, может, это не говорят, но внутри у каждого европейского чиновника, у каждого европейского политика, внутри возникает вопрос, зачем мы помогаем Украине? Ну, да, понятно, она жертва агрессии. По справедливости, по эмпатии мы должны помогать. Но это же не демократия, это же не наш свет. То есть, поэтому задача украинцев, украинского народа, украинского правительства, президента, пусть Зеленского, построить тут демократию, то есть, сделать демократическую какую-то страну, начать прислушиваться к мнению народа, обсуждать законы, обсуждать постановления, обращаться к народу, обратную связь от народа получать. А сейчас Зеленский оторвался полностью с офисом президента, и когда Запад на это смотрит, он не понимает, почему нам надо помогать. Вот это самая большая проблема. Скажи, вот мы сейчас говорили относительно заявлений брата Виталия Кличка, ну, Кличка-младшего, немецкому изданию «Фокус», где он категорически, так понимаю, настроен против Зеленского, и понятно почему, потому что в последнее время, особенно начиная с 19-го года, как пришел Владимир Александрович Зеленский, были серьезные процессы противостояния между Кличком и Зеленским априори. Поэтому я понимаю, что брат поет песню с Виталием в сторону Зеленского, но тут же вопрос 20 мая состоит, как бы, в актуальности. Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, он там пишет в Facebook свое видение развития ситуации, и он написал вот такой месседж, я хотел бы, чтобы ты его просто откомментировал, не говорю там согласен, не согласен, но как бы есть какой-то раз в этом или нет, он пишет, цитирую, «Еще одна из причин, через которую ОПН не готов идти в Конституционный суд относительно легитимности Зеленского после 20 мая, может быть в следующем. В статье 108 прямо сказано, что после окончания пятилетнего термина президент исполняет свои обязанности до вступления на должность нового президента, то есть становится ВО. И тут широкий план, как бы, фантазии и восприятия этой всей истории, вот это ВО, оно как-то ограничивать будет, Владимир Александрович, или все это по барабану, это просто сформальность? Ну, я думаю, нет. Я думаю, что оппозиция и многие аналитики скоро так и начнут его называть, временно исполняющий. Ну, я думаю, в полномочиях же это его никак не ограничивает. И тем более, как уже ты сказал в сегодняшней передаче, система управления построена на коррупции, то есть на негласных рычагах. То есть не имеет значения легитимный, нелегитимный, как бы избранный, неизбранный, назначенный, неназначенный. Ну, система управления строится на вот таких коррупционных связях, на негласных приказах. Поэтому, наверное, так будет продолжаться. Но я думаю, что система начнет в раздрай. То есть вот что-то начнет идти не так. Потому что даже в мафиозной структуре, вертикальной жесткой, если Акела промахнулся, то есть если уже не в авторитете, то могут прекратить подчиняться подчиненные. Поэтому даже вот когда заложенный перед его увольнением, когда под ним уже шаталось, то в армии уже к его мнению особо не прислушивались. А, кстати, как тебе относительно? Пару слов только. Заложенный сознательно слился? Или это просто такая игра? Заложенный не слился и не играет. Он вот такой есть. Он пристосуванец, такое хорошее украинское слово, то есть приспособлениц. Приспособлениц, да. Он приспособлениц, именно поэтому он занял такую высокую должность. То есть нету других возможностей приходить во власть, сейчас я отключу, кроме как вот по знакомству, протеже. Так устроена вся система. Поэтому Заложенный оказался. То есть вы переоценили Заложного, я так понимаю, да? Конечно, конечно. Он оказался абсолютно некомпетентным командиром. Вот допустим, меня простят все, кто любит Заложного. Я Заложного критиковал и всегда писал, почему Заложный не заказывает вооружение. И мне писали, да не, он тут ни при чем. Это там Резников не выполняет. Нет, как я говорю. И сейчас вот уже, когда вот инженерные войска сейчас пишут все, все решает Генштаб. И мы открываем закон, который называется про оборону Украины. С началом военных действий, то есть там написано особливый стан, не написано, что это стан войны или войсковые, там военное положение, Генштаб и заказывает, и принимает вооружение. То есть все делает конкретно Генштаб. Генштаб берет управление страной в свои руки во время войны. Он начинает командовать. Идет в Кабмин, идет там куда попало, на военной ставке и выносит свои решения, как ей вооружения нужны, сколько надо. Вот ничего этого Заложный не сделал. То есть ничего. Он вместо этого, я вот опять же, я уже вспоминал Светлану Вог, да, она научный работник. Я ее спрашиваю, можно ли писать диссертацию, занимаясь при этом, быть главнокомандующим армией во время войны и писать при этом диссертацию. Она мне говорит, что для того, чтобы написать диссертацию настоящую, это такое погружение должно быть в тему, в идею научную, что ты не то, что главнокомандующим, ты дворником не сможешь работать, потому что ты постоянно в этой теме, ты же копаешь. Заложный нас захищает просто во время войны. А до этого, оказывается, он в 20-м году еще получил магистратуру, закончил в Астровской академии дипломата. Он, оказывается, у нас и дипломат, он у нас и кандидат на войну. Но ты же прекрасно знаешь, ну давай реально смотреть на вещи. На самом деле люди в таком сознательном возрасте, особенно при власти, которая каким-то боком, даже если в военном кабинете. Я очень сильно сомневаюсь, что они этим занимаются. Они имеют определенных своих адъютантов, помощников, которые там в определенное время в спокойной атмосфере, где-то там далеко от реального эпицентра событий, пишут, готовят, а человек просто приходит и пожинает все лавры. Я даже тебе скажу больше. Сколько я знаю людей, у меня был даже один такой знакомый народный депутат, который говорил мне, Виталий, если хочешь получить какую-то госнаграду или там какую-то ученую степень. Есть специальные люди и специальные компании консалтинговые, которые тебя обучат, как поступать, как правильно делать, только вноси бабки. Вот и все. Виталий, так это же показывает ценности самого человека. То есть человек, я же говорю, приспособленец в этой системе, и никакой политической воли там у него нет. Когда начали говорить, что заложенный – это политик, на мне, ну, как бы смешно было. Я еще там с Геной Балашовым спорил. Говорит, Гена, какой политик? Посмотри, ну, человек, я просто… Он выходит на брифинг заложный, да, и его спрашивает, какая у вас стратегия? А он говорит, какая стратегия? Путин что-то делает, мы ведь повидаем. Путин что-то делает, мы ведь повидаем. Виталий, можно победить с такой стратегией? Прости, а тогда, одну секунду, а чем же аргументировать его якобы умные, дельные, содержательные статьи экономисту и другим изданиям? Он же там что-то говорил дельно? СССР наш любимый. Или это кто-то группа единомышленников помогала ему излагать свои мысли? Смотри, когда в стране огромное количество ресурсов, индустриальная страна, которая может производить любые вооружения, ладно, там самолеты мы уже не можем, да, согласен. Какие-то баллистические ракеты, может быть, тоже в ближайшее время не можем. Но простые ракеты, дроны, пулеметы, минометы, да это же, ну, элементарно. Не заказывал, не заказывал вооружение. Посылал триматы посадки с лопатами людей. Вот это мой вердикт деятельности ЗАУ. Я, честно говоря, об этом ничего не знаю, лишь только могу полагаться на твой взгляд на событие. Ну, во всяком случае, могу сказать, что так думает и так видит картину. А мой собеседник, очень интересный человек, политик Павел Севастинович. Павел, большое тебе спасибо за ответы на мои вопросы, спасибо за твои мысли. Спасибо вам, уважаемые зрители. Павел, жму руку, надеюсь, на благосклонность в будущем. Спасибо, Виталий, для тебя. Спасибо большое всем. Спасибо, что подписываетесь на канал Дикий Лайф. Это, мне кажется, очень важно для меня. И, безусловно, лайкайте, комментируйте это видео, делитесь им. Я думаю, что через какой-то промежуток времени мы встретимся. И прошу, как всегда, я говорю, не теряйте оптимизм. Будем верить лучше. Всего хорошего и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok